здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно пишет не один из подписчиков в чате говорит ну вот я наконец-то накопил 50 тысяч рублей и открыл брокерский счет положил их на брокерский счет все сделать так как вы советовали а теперь помогите мне пожалуйста удвоить эту сумму вот я говорю ну хорошо что я могу посоветовать да человек еще вот только-только начинающий инвестор только-только прямо вообще чайник чайник я говорю хорошо говорю самый верный способ как это сделать это говорю купить на всю сумму офезе облигации федерального займа можно разные и подождать но я написал лет 50 на самом деле там получается 16 или 17 лет подождать и сумма совершенно железно удвоится ну что я мог еще посоветовать потому что для новичков я советую самое главное это надежные инвестиции именно с начинать потому что новичкам главное не удвоиться ставить надо задачу а не потерять не не напороться на какие-то ошибки и так далее потому что новички никогда не страхованы от ошибок вот но он говорит нет я хочу быстро если ты хочешь быстро говорю можно сделать следующее купить опцион на все деньги и подождать немножечко совсем немножечко полгода максимум три месяца и если ты угадал с направлением движения актива базового то скорее всего твоя сумма удвоится через три месяца уже или через полгода вот но соответственно риски огромные и дальше ну да я понимаю что чем больше доходности риски а если что-то посередине и вот именно об этом я сейчас хочу немножечко рассказать но с облигациям понятно это абсолютно надежный инструмент и это один полюс второй полюс это опционы которые они огромный риск несут но и огромную потенциальную доходность иначе не бывает вы понимаете да ну вот в частности я напомню в прошлом видео я рассказывал про опциона когда вот график опциона выглядит примерно так вот смотрите вот это вертикальная линия это текущая цена в данном случае это индекс ртс опцион может быть любые на самом деле посмотрите и и это опцион путь то есть если цена сдвинется вот в эту сторону то все он начнет расти в цене а если цена вырастет двинете в эту сторону то есть если опцион тут если индекс tolerance ртс начнет расти она начнет падать достаточно быстро и он упадет ну каких-то значений посмотрите как работают опционы если я например нахожусь вот текущее состояние Не то, которое есть, а то, которое было, скажем, месяц назад. Вот примерно здесь. Примерно здесь я находился и месяц назад купил, например. Вот он вырос в два раза. Я его купил дешево, а продам дороже. Он закроется у меня в 2-3 раза дороже. Теперь давайте зададимся вопросом. А как же нам сделать так, чтобы было достаточно надежно и с высокой доходностью? Он мне задал вопрос. Говорит, ну а что-то посередине есть? Так вот, посередине есть масса вариантов. И сейчас мы давайте рассмотрим, потому что я не ответил в комментарии в чате на этот вопрос, потому что это достаточно сложно сформулировать очень быстро. Поэтому давайте сейчас я попытаюсь изобразить на мониторе, как это выглядит. Посмотрите, вот наши деньги. Это 100% наших денег. И давайте мы сделаем следующее. Мы сделаем так, что часть из этих денег мы вложим в абсолютно надежные инструменты, которые дают железную доходность, а вторую часть мы вложим в высокодоходный инструмент, в опционы, но которые крайне ненадежны. Вот светло-зеленым цветом я обозначил ту часть, которую мы вложим в надежные инструменты, а остаток мы вкладываем в опционы. Какую часть мы вкладываем в надежные инструменты? Вот посмотрите, видите, да? Мы можем какую-то часть вложить в надежные инструменты, какую-то в ненадежные. Как здесь следить? Смотрите, вот эта вот часть, которая есть, ну, предположим, назовем ее D. Поэтому D, естественно, это в процентах, если или там в долях, то целая часть – это единица, а здесь, ну, скажем, 0,8. Так вот, весь наш депозит будет обозначен буквой D. Депозит умножить на… Ну, D маленькая пусть будет. На D маленькая. Так вот, D большой будет депозит. Умножить на D маленькая. Мы вкладываем долю, такую денег, в облигации. А остаток D умножить на единица минус D, мы вкладываем опционы. В опцион. Какой-то опцион. Ну, например, если я ожидаю, что в ближайшее время, сейчас многие ожидают, что в ближайшее время будет кризис, 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 кошмар, 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 кошмар. Вот. И все говорят, куда вкладываться? Ну, давайте, значит, предположим, что вырастет золото. В цене. То есть, скорее всего, доллар вырастет к рублю, то есть рубль вообще упадет и так далее, и так далее. Вот. Но можно купить опцион PUT на индекс РТС. Вот что сделал я. Можно купить опцион COLD на золото по отношению к доллару. Посмотрите, рубль падает по отношению к доллару, да? А золото растет по отношению к доллару. То есть, соответственно, если я на унцию золота рубли распишу, то, значит, унция золота в рублях вырастет еще больше с ускорением. Точно так же, что я говорил, что на падение индекса РТС. Вот, поэтому, поэтому, если мы поставим на рост золота оставшуюся долю, и давайте посмотрим, что же будет с нашими деньгами в конце. Вот у нас было так. А теперь посмотрите. Вот, мы вложили это в ОФЗ. И ОФЗ у нас выросли в цене, правильно? Насколько они выросли? Да вот настолько они выросли. На 6% за год. Так? А вот эта часть у нас выросла. Ну, пусть будет в 2. Тут, мне кажется, не влезет у меня просто. Вот настолько она выросла. И посмотрите, что у нас было и что у нас стало. Смотрите. Было у нас Д умножить на Д вложено в ОФЗ. Стало Д умножить на Д маленькое и умножить на, если ОФЗ дает там 6,5%, 1.065. Вот сколько стало. И вторая часть плюс Д большое умножить, скобочка, единица минус Д маленькое, умножить, а это удвоилось на 2. Вот. А теперь давайте посмотрим, насколько увеличился наш общий, вот такая конструкция наша. Конструкция. Если мы вспомним, что у нас было Д, то есть если мы вот это выражение поделим на Д, то у нас получится, что Д сокращается. Д у нас сокращается. И получается прирост нашего депозита на следующее выражение. Доля облигаций умножить на 1.065, это доходность облигаций, плюс единица минус Д, это доля опционов или активов, которые есть, и умножить. Давайте мы напишем не 2 здесь, а К. Так вот это К, это доходность рискованной части нашего актива. К. И получается, что вот это К, ну, в данном случае, судя по всему, доходность по облигациям 1.065, она примерно такой будет. Может быть 1.07, может быть 1.06, может быть даже 1.04, когда ставку понизят. Вот. Но она будет примерно такая, она меняется в небольшом диапазоне. А вот этот К меняется от нуля и, скажем, до 10. То есть это высокорискованная, то есть вот так может летать. Поэтому смотрите, в чем здесь суть. А в том, что самое главное, первое, это подобрать вот этот коэффициент Д. Например, если мы угадали, если мы угадали с опционом, и опцион вырос, скажем, в 2 раза, тогда разумно сделать так, чтобы все деньги были в опционе, правильно? То есть максимальная прибыль у нас будет, если Д равно нулю, потому что не нужны нам облигации, мы, так сказать, Д равно нулю, единицы умножить на К, и наш рост, скажем, К равно 2, мы удвоили свой депозит. Но зато, если мы не угадали, то К равно нулю, и, соответственно, наш депозит превратился в ноль. Понимаете, да? Вот. Если Д равно единице, то есть мы все вложили в ОФЗ, то у нас единица минус Д равно нулю, соответственно, 1,065 весь наш рост. Это очень маленький. Поэтому, поэтому надо смотреть вот именно на Д. Д. Что такое Д? Это пропорция. Та самая пропорция, которую мы с самого начала избрали. И мы можем вот эту пропорцию менять. От чего зависит эта пропорция? И как ее подобрать? А вот это, друзья мои, самый-самый сложный вопрос. Здесь я заведомо упростил нашу задачу. У нас только один базовый актив, опцион, и только один надежный актив. И мы сконструировали здесь вот такую систему. Давайте сделаем так, например, чтобы у нас ни при каких обстоятельствах наш депозит не уменьшился. Можно так сделать? Можно, пожалуйста. Смотрите, мы берем и делаем так, чтобы если коэффициент К равно нулю, то Д умножить на 1,065 должно быть равно единице. Соответственно, Д равно единице поделить на 1,065. Это достаточно очевидно. Вот. Сейчас давайте я посчитаю, сколько это будет. Значит, если пишем, если Д равно единице поделить на 1,065. Что такое 1,065? Это текущая доходность тех облигаций, абсолютно надежных, которые мы взяли. Понимаете, да? Здесь может быть не 6,5%, в данном случае 6,5%, 7%. Это может быть 6%, 4%. То есть мы ничего не потеряем в самом худшем варианте. И получается, что вот такая конструкция, то есть у нас 100% защита нашего капитала. То есть мы вложили, сколько это Д поделить на 1,065? Я вам скажу сейчас сколько. Ну, это примерно 94% от всех денег. И 6% мы вкладываем в опцион. Если опцион вырос, скажем, в 4 раза, то 64, 24, то у нас через там, ну, по окончании действия вот этой нашей конструкции будет плюс 24%. Понимаете, в чем суть? И самое главное здесь подобрать вот этот Д. Если я готов немножечко потерять, то есть я немножечко рискнуть готов, то я могу уменьшить немножечко вот это Д. Вот. Сделать не 0,94. Посмотрите, вот если, например, я сделал так, как вот я сказал, вот-вот, 0,94. Вот я вот так вложил, да? И в результате у нас, опля, вот так вот. Вот так. Раз. А эта часть выросла. Смотрите, видите, да? То есть было вот столько. Если у нас эта часть нулевая, то у нас мы сохранили свои деньги. Если эта часть не нулевая, то она выросла. Да, она будет, так сказать, поменьше, потому что мы поменьше вложили. Но она будет, она будет достаточно большая. Вот этот баланс найти, это самое-самое главное на самом деле. Как это сделать? Друзья мои. Я вам нарисовал структурный продукт с защитой капитала. Именно так он конструируется. То есть есть специальные продукты, уже готовые, которые предлагают, ну, скажем, открытие брокер таких продуктов предлагает огромное число. Огромное число таких продуктов предлагает открытие брокер. Есть различные структурные продукты с защитой капитала. Это структурные продукты с защитой капитала с базовым активом на золото. То, что я купил для себя еще больше года назад. Еще не было вообще никаких разговоров, там все было хорошо, про кризис, там никаких разговоров не было. Я говорю, слушай, ну, золото давно не росло. Вот, и оно, так сказать, достаточно долго падало. Я говорю, я хочу купить структурный продукт с защитой капитала на золото, чтобы базовый актив. Но на золото нет такого продукта, а был продукт структурный на SPDR ETF Gold. Что такое? Это ETF. Это Exchange Traded Fund. То есть это фонд, который собирает, ну, деньги, как бы управляющая компания, он берет деньги от пайщиков и вкладывает их в активы, которые связаны с золотом. То есть непосредственно металлическое золото, либо в акции золотоподобывающих компаний. Вот. И пай этого фонда, как правило, очень здорово коррелирует с ценой на золото, либо вообще соответствует цене золота. Вот. То есть я вложил, и мои деньги растут так же, как растет золото. И вот именно такой структурный продукт с защитой капитала я купил. Есть структурные продукты с защитой капитала на нефть, там, значит, на доллар и так далее. То есть можно, как бы, вот эту маленькую часть вложить в соответствующий базовый актив. Если базовый актив вырос, то так рассчитаны структурные продукты с защитой капитала, что если базовый актив вырос, то ваш депозит вырос точно так же, как вырос базовый актив. А если ваш, ну, если вы не угадали, там, доллар упал, например, золото упало и так далее, и так далее, то вы ничего не теряете, стопроцентная защита капитала. То есть эти продукты так и называются структурный продукт с защитой капитала. И если вы, вот, не хотите сами конструировать, это очень сложно на самом деле, вот, то можно обратиться к своему менеджеру. Если у вас открыт счет, у брокера открытие, пожалуйста, позвоните своему менеджеру и скажите, спросите у него, а какие структурные продукты с защитой капитала он может вам предложить. И если он скажет, откуда вы узнали, скажите, ну, Демитков Юрий рассказал, вы что? Я все знаю. Вот. Вот, может быть, они будут там, как бы, отнекиваться, но, скажите, Юрий сказал, вы можете представить и давайте-ка мне список. Вот. Дадут. А если не дадут, мне скажите фамилию этого менеджера, я с ним поговорю. Вот. Ну, или, по крайней мере, доведу до него информацию. Вот. Поэтому, поэтому есть готовые структурные продукты. В чем там небольшая сложность? Есть в том, что, во-первых, структурные продукты с защитой капитала, как правило, рассчитаны на 2-3 года. Это первое ограничение, то есть они вот такие. Второе ограничение, то, что они начинаются там, ну, не знаю, за 100 тысяч можно приобрести или нет, мне удалось. Вот. Но, вообще говоря, там они открытие предлагают вот 250 тысяч рублей. Почему? Потому что здесь нужно, в общем-то сказать, организовывать вот эти опционы и так далее. Я здесь вот кратко и доступно попытался объяснить, как они конструируются. На самом деле, там все не совсем так. Вот. Но общая схема именно такая. То есть там не ОФЗ, а казначейские обязательства. Это примерно то же самое, только круче. Вот. И... Но казначейские обязательства доступны только профессиональным участникам финансового рынка, которым является открытие брокер. Вот. В частности, например, да? Ну, или другой брокер. Другие брокеры, я не знаю, конструируют или нет такие инструменты. Наверняка, скорее всего, тоже конструируют. Если вы у другого брокера обратитесь к нему, спросите. Вот. Но открытие вот точно совершенно предлагает вам такие инструменты. конструкции. И базовые активы тоже самые разные. Но ребята, они немножечко больше, чем мы с вами разбираются в экономике. И поэтому они предполагают, как будет. И поэтому они подбирают вот эти базовые активы, ну, наверное, более профессионально. И вот эту вот пропорцию они тоже делают более пропорционально. Поэтому, если вы не хотите сами конструировать, то, пожалуйста, обращайтесь. Ну, порог входа, конечно, там чуть повыше, чем 50 тысяч. Если у вас всего 50 тысяч рублей, и вы хотите и надежно, и высокой доходностью воспользоваться, то определяйте вот именно сами эту пропорцию D, на какой риск вы готовы пойти, скажем, то есть максимальная просадка, скажем, на которую вы готовы пойти, вот по той самой формуле. Вот по этой самой формуле. Посмотрите, какая просадочка максимальная. Вы подобрали D, вы подобрали здесь тот инструмент, и, пожалуйста, вы подбираете сами инструменты. Теперь далее. Вот здесь этот коэффициент 1,065. 6,5 – это абсолютно надежные ОФЗ, 6,5%. А вы можете немножечко повысить степень риска и увеличить, скажем, взять вместо ОФЗ абсолютно надежные, взять корпоративные облигации. Например, можно найти облигации корпоративные с доходностью, скажем, 16%. И, да, там риск намного выше, но он еще не зашкаливает. И, судя по всему, соотношение между риском и доходностью будет оптимальное вот именно в таких инструментах. Потом, значит, вот эта доля, вот эта доля, она может быть не только в облигации, мы ее можем разложить на много-много частей, скажем. То есть здесь могут быть облигации, здесь могут быть акции и так далее. И вот эта доля – это достаточно надежная доля. А вот эта доля, она, да, она высокорискованная, но она, по теории, не должна превышать 10% от вашего депозита. То есть, если вы, вот мой ответ моему подписчику, если вы хотите сами попробовать конструировать, смотрите, не более 10% вкладывайте в те самые инструменты на срочном рынке высокорискованные. Не больше 10%. Более того, если вы, скажем, ну, готовы пойти на какой-то там большой риск, ну, 15%. Вот, но вот эта часть, которая высокорискованная, вы должны осознавать, что здесь огромные риски, вы можете потерять деньги. А вот это – это акции, голубые фишки, то есть это самых крупных компаний. Вы их вряд ли потеряете, пожалуйста. Вкладываем сюда. Ну, а теперь давайте попробуем вернуться к конкретно моим баранам. Вот, посмотрите, на этом графике вы видите, что у меня разложено следующим образом. Ну, здесь написано «Денежные средства 24%, 59 тысяч в рублях денежные средства и, соответственно, остальное в разные компании». Здесь акции иностранных компаний, но вот так у меня. Здесь американские компании в долларах, Яндекс считается, иностранные компании. И, а вот эта часть – это ОФЗ. Ну, опять же, государственная бумага, ну, это 1687 долларов, это Россия-28. Это евробонд, российский государственный евробонд. И вот эта часть – акции российских компаний. Вот так у меня распределено. Кроме того, у меня вот здесь, смотрите, стоит 17 опционов и 2 фьючерса, о которых я рассказывал. Стоимость их здесь не оценена и процент, потому что это невозможно просто оценить, потому что она зависит от всего на свете. Вот такое распределение у меня. То есть, смотрите, у меня, да, вот она, облигация, про которую я говорил, она абсолютно надежная. Она дает 4% годовых в валюте примерно. Вот. Вот это иностранные компании, которые, ну, я рискую. Вот. Вот это российские компании, которые могут упасть, но я не уменьшаю их долю. Ну, это денежные средства. Вот. То есть, вот таким образом распределение у меня, например, в портфеле. Поэтому самое важное – определить вот эту, еще раз, D, то есть, это та доля, которую мы в надежной ценной бумаге откладываем. Либо, если вы не можете отложить, то берите готовый структурный продукт защиты капитала. Если можете, конструируйте свои формы. Я надеюсь, что я немножечко пояснил о том, как сделать так, чтобы было и надежно, и доходно. Вот. И здесь, ну, каждый может подобрать для себя параметры. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было полезно. Оно немножечко сумбурно, может быть, но я постарался донести. Оставайтесь на моем канале. Поставьте, пожалуйста, лайк. С вами был Геннадков Юрий. Спасибо. 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 Продолжение следует...